здравствуйте уважаемые коллеги наверное видео лучше мне отключить потому что может немножечко подвисать подскажите пожалуйста если сейчас видео все хорошо пожалуйста нажмите на огонечек тогда я буду понимать что его можно оставить если вдруг будет подвисать пожалуйста пишите в чат тогда так все замечательно тогда я его отключу но надеюсь все будет хорошо у нас с вами тема сегодняшнего нашего вебинара это гиперактивность детей тема на мой взгляд актуальная сейчас очень распространенная мы с вами рассмотрим почему это происходит так сразу оговорюсь по течение вебинара буду стараться на вопросы не отвлекаться если будут какие-то вопросы у нас мы знаем с вами вкладочка в верхнем углу вопросы и мы задаем их туда чтобы в чате они не терялись потому что постоянно идет ваши сообщения идут и в чате они могут немножко теряться это не совсем удобно поэтому могу пропустить какие-то вопросы но тема сегодня общая если какие-то вопросы заинтересует вам вас больше в углубленной форме прошу тоже написать и возможно это будет какой-то следующей темой нашего вебинара ну давайте перейдем непосредственно к тому что же такое синдром дефицитами внимания и гиперактивности чаще всего они идут вместе еще называют это гиперактивное расстройство с дефицитом внимания это неврологическое поведенческое расстройство развития она начинается у нас в детском возрасте чем же она может проявляться она может проявляться такими симптомами как трудность в концентрации гиперактивность плохо управляемая импульсивность а также склонность к сдвг может быть и у взрослых она может проявляться снижением интеллекта о трудности восприятия информации если говорить о новой нашей классификации мкб 10 которая введена в этом году в свое применение то гиперактивность относится к гипергенетическим расстройствам а группа это эмоциональных расстройств и расстройств поведения как я уже сказала начинается она в детском возрасте наверное вы все сейчас заметили что дети активность детей нынешнего поколения она намного выше чем активность детей грубо говоря нашего поколения наших мам и наших бабушек с неврологической точки зрения сдвг рассматривается как стойкий и хронический синдром для которого не найдено способа излечения то есть а если этот синдром уже стоит у ребенка его можно только корректировать а излечить его полностью то есть вылечить его чтобы прошли все симптомы невозможно но 30 процентов этих детей они как бы перерастают и начинают приспосабливаться жить со своими особенностями сдвг и его лечение она вызывает очень много споров еще с 1970 года начинают люди сомневаться действительно ли это синдром или как очень часто говорят о таких детях да ремня им надо а нет это действительно заболевание это не избалованность это не то что хочет ребенок делать так и делает а это особенности его нервной системы это психиатрическое расстройство его причиной являются особенности строения и функционирование головного мозга это не плохое воспитание это не аллергия это неплохой пример это изменение головного мозга то есть если у нас уже идут структурные изменения соответственно ребенок а может это корректировать но корректировать это силой воли и не всегда о расстройстве мы говорим потому что такие черты как гиперактивность и импульсивность и нарушение внимания они выражаются не соответственно возрасту а это эти черты приводят к серьезным нарушениям функционирования ребенка в основных сферах жизни если говорить о причинах сдвг гиперактивности и синдрома дефицита внимания то мы можем говорить тот момент что сдвг не имеет прям стойких причин допустим что если было какое-то заболевание у матери во время беременности то ребенок сто процентов родиться с сдвг гиперактивность нет такого нет существуют возможные причины это генетические биохимические сенсимоторные а число факторов риска входит и масса тела даже если ребенок родился полтора килограмма это тоже может сказаться и дать момент прогрессирование этого заболевания также травма головы дефицит железа опноя воздействие свинца и также воздействие мы с вами знаем алкоголя никотина кокаина и так далее сдвг это нарушение развития его можно сравнить ну допустим с умственной отсталостью при умственной отсталости уже интеллектуального развития ребенка ниже чем у ровесников и это приводит к трудностям в адаптации и самостоятельности взрослее такой ребенок приобретает новые знания его интеллектуальный уровень повышается но он остается ниже чем у своих ровесников при сдвг нарушается контроль способность головного мозга к организации самоконтроля поведения а соответственно а под контролем с возрастом эти дети начинают лучше себя контролировать и согласно последним исследованиям у этих детей плохо созревают лобные доли их мозг развивается согласно тем же особенностям что и дети с нормативным развитием но функции лобной коры они созревают медленнее и если это легкая форма подросткового возраста у этих детей имеются признаки нарушения самоконтроля и они переходят уже и в более взрослый возраст следующий момент это то что мы с вами рассмотрим это распространенность распространенность очень большой разрыв процентов сейчас я немножко позже тоже объясню почему а сдвг как я уже говорила вы наверное заметили сейчас что таких детей с каждым годом становится все больше и больше от 5 до 10 процентов учеников в возрасте 12 лет страдают с нормом дефицита внимания и гиперактивности почему 12 лет я тоже скажу немножко позже а если говорить по половому признаку по половой распространенности то у мальчиков этот синдром проявляется три раза чаще чем у девочек а это чрезмерная активность это импульсивность она очень часто выражена синдром дефицита внимания проявляется в раз в равной степени уже в более позднем возрасте то есть мальчики как бы догоняю девочек в своем развитии а почему он такой большой разгар в процентах до пяти до десяти целых пять процентов а спектральность из двд очень обширно то есть всего признаков очень много и в некоторых исследованиях применяют жесткую классификации они мы тоже сегодня с вами поговорим а в других более гибкую а где более гибкая классификация соответственно у нас больше признаков и а большая вероятность поставить именно этот диагноз а если говорить о клинических симптомах и о том как ведут себя молодите этот момент минутку клинические симптомы как они себя ведут в дошкольном возрасте проявляется в беспокойстве отсутствие дисциплины вспышка в небо злостью зачастую тяжелых без определенных причины каких-то вспышек а в отсутствие концентрации в трудностях подчинения законов том числе эти дети не очень любят соблюдать при правила какой-то игры а если задание которое им дано задание на развитие мелкоматорики то она будет выполняться быстро и с большим желанием как можно быстрее его завершить иногда дети в раннем возрасте не понимают что они представляют опасность для себя и окружающих они ведут себя таким образом а что пытаются забрать на какие-то высокие предметы какие-то опасные занятия найти они зачастую раздражают взрослых и такие дети затрудняются найти себе друзей а иногда связи с этим они становятся замкнутыми не желают общаться иногда даже склонны к агрессивному поведению по отношению особенно другим детям и именно это дает момент того что ребенок может остаться как бы вот именно на этой стадии еще один а если говорить о возрасте начальной школы симптомы проявляются опять же в импульсивных реакциях вспышка в невозамкнутости а таких детей могут не принимать а сверстники такие дети опять же мешают ну можно сказать мешают взрослым поэтому они начинают развивать себе какие-то антисоциальные наклонности начинаются у них развитие агрессии а в школьном возрасте это начинается проявление низких оценок трудности организации процессов и не выполнение домашних заданий а если мы с вами говорим о старших классах и будучи взрослыми людьми а такие дети отсеиваются из школы они затрудняются на рабочем месте практически не остаются постоянно на своем рабочем месте то есть очень часто меняют свой род деятельности их свою работу иногда они становятся агрессивными и больше других склонны к нарушению закона таких каких-либо а иногда это идет определенная зависимость его либо курение либо злоупотребление алкоголем а наркотическая зависимость незаконные действия для себя и окружающих по статистике они больше других подвержены опасностям аварий а в том числе он становится участниками и виновниками многих дтп если говорить о диагноз и соответствующее лечение в раннем возрасте крайне важны и диагноз можно поставить я немножко скажу по каким критериям всего к 12 годам но если эти признаки замечаются раньше то корректировать их естественно необходимо раньше а вместе с тем следует помнить что существуют дети просто активные они не страдают сдвд а лишь обладает определенным темпераментом а таким детям могут по ошибке поставить этот диагноз при диагностике необходимо очень внимательно отрабатывать эти моменты а потому что но могу сказать по опыту многим детям без обследования очень часто у нас и воспитатели к сожалению говорят что у вас гиперактивность а нет это не гиперактивность это просто активность ребенка здесь необходимо быть опять же предельно внимательным и один специалист у нас не может поставить такой диагноз без дополнительных исследований очень часто к сожалению когда по мне приходят на консультацию врачи-неврологи говорят у вас гиперактивность при этом не проводя никаких исследований не проводя никакой диагностики они решают что слишком активный ребенок кабинете он им мешает и у него гиперактивность то есть таким диагнозом они говорят это мамочки мамочка естественно немножечко в шоке и они отправляют нашу маму уже по специалистам но ребенок может быть просто активный кому же необходимо обращаться если допустим вы сами заметили либо вам родители об этом говорят что есть определенная активность ребенка и кому необходимо обратиться чтобы подтвердить или опровергнуть этот диагноз а если возникает подозрение на то что ребенок страдает дефицитом внимания родители должны в первую очередь обращение к педиатру а он отправляет ребенку детскому невропатологу а либо же педиатры сейчас есть и педиатры которые специализируются на развитии ребенка или к детскому психиатру здесь врач специалист обязан провести диагностику совместно с другими специалистами по мере необходимости если вы вдруг замечаете тоже у себя в группе в классе что а есть определенные отклонения от нормы вы можете дать рекомендацию рекомендовать а родители обратиться к тому или иному специалисту а теперь о том почему же такой большой разброс от пяти до десяти процентов в этом заболевании спектральность встала причиной разве наличие разных представлений детской психиатрии относительно тех границ спектра которые можно а собственно назвать расстройством а существует две наиболее распространенные диагностические классификации дсм-5 и мкб-10 которые мы сейчас пользуемся мкб-10 до при постановке диагнозов а границы дсм-5 шире и включает также и те более легкие формы расстройства где присутствуют лишь симптомы нормальной прошу прощения соответственно в этой системе существует три подвида sdvd это комбинированная форма извините прошу прощения немножко интернет скидывает неудивительно соответственно в dsm-5 это все шире подскажите пожалуйста нормально сейчас идет до этого все зависло а все извините прошу прощения дсм-5 шире и включает также и те более легкие формы как я уже сказала где присутствует лишь симптомы нарушения внимания или же только гиперактивности а по этому существует три подвида sdvd это комбинированный форма с доминирующим нарушением внимания и форма с доминирующей гиперактивности и импульсивностью прошу прощения а то есть мы делим либо это все вместе либо это импульсивность либо это а 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 и в этом этапе мы уже с вами можем и а а и и а и а а а Так, я камеру отключила. Так может быть лучше? Посмотрите, пожалуйста. Так, сейчас все лучше слышно, да? Прошу прощения, не совсем стабильный интернет, поэтому... Так, все, без видео хорошо. Ну, давайте продолжим с вами. Следующий момент. Это диагностические критерии по классификации, чтобы вы могли немножечко отличать. Как я уже сказала, этот диагноз можно поставить не ранее 12 лет. До этого этот диагноз ставили с 6 лет. Следующий момент. Какой же это? Симптомы должны наблюдаться в разных ситуациях и в разной обстановке. Не так, что, допустим, дома у него есть импульсивность, агрессивность, а в группе он ведет себя как очень замечательный ребенок и это не проявляется. Нет, тогда это у нас обычная избалованность. Необходимо наличие 6 симптомов из группы невнимательности или гиперактивности и импульсивности. С 17 лет уже тогда идет у нас 5 симптомов, то есть меньше. Почему? Потому что здесь уже силой воли наш ребенок может контролировать себя. Семптомы должны присутствовать не менее полугода и пациенты должны отставать от уровня развития большинства подростков своего возраста. Для постановки, как я уже сказала, диагноза, эти симптомы должны проявляться и в возрасте до 12 лет. Но при этом эти симптомы не должны объясняться какими-либо другими расстройствами, которые могут быть у ребенка. Следующий момент, который мы с вами рассмотрим, это невнимательность. Какие симптомы часто не способны удерживать внимание на деталях из-за небрежности, легкомыслия, допускают ошибки в школьных заданиях, выполняемой работе и других видов деятельности. Например, пропускает какие-либо детали и работа у него неточная. Обычно с трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игры. То есть у него очень сложно сохранять внимание во время своей деятельности. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную речь. Например, кажется, что умственно он в другом месте и в отсутствии какого-либо отвлечения. То есть в классе, в группе все спокойно, но при этом ребенок не вовлечен в деятельность. То есть он не с нами. Часто не следует инструкциям, не завершает такие-либо задания, обязанности и рутинные операции. Он начинает задание, но теряет легко фокус и начинает отвлекаться. Часто испытывает сложности в организации самостоятельного выполнения задач. То есть ему нужно внимание и контроль извне. Обычно избегает вовлечения в выполнение заданий, которые требуют длительного сохранения и умственного напряжения. Допустим, какая-то школьная или домашняя работа. Не любят в более взрослом возрасте подготовку отчетов за выполнение каких-либо бланков, анализ данных. Их это не интересует. Часто теряет вещи, необходимые какие-то инструменты, школьные принадлежности, очки, мобильные телефоны, зонты. Легко отвлекается на посторонние стимулы для старших подростков и взрослых. Могут включать отвлеченные мысли. Часто проявляет забывчивость в повседневных ситуациях. Ну, очень часто забывает, допустим, перезвонить кому-то, оплатить какие-то счета. Она часто забывает о том, что назначил встречу, может про нее банально не специально не прийти, а просто забыть. Если мы с вами говорим о гиперактивности и импульсивности, как же проявляется она? Часто наблюдается беспокойное движение в кистях или стопах, сидя на стуле, извивается на месте, как будто бы там у него иголки под ним. Часто встает у своего места в классе во время уроков или в каких-то других ситуациях, в которых это неприемлемо и необходимо оставаться на месте. Часто проявляет бесцельную двигательную активность. Если это маленький ребенок, он может просто бегать без причины. Бегает, прыгает, пытается куда-то залезть. Если это подростки или взрослые, это может быть чувство беспокойства. И он начинает вести себя, как будто бы к нему приклеили мотор. Обычно не умеет тихо и спокойно играть и заниматься чем-либо на досуге в какие-либо игры. Часто постоянно находится в движении и бывает болтливым. Часто отвечает на вопрос, когда мы его еще не задали до конца. То есть человек, задающий вопрос, еще не закончил, но он уже получает ответ. Обычно с трудом дожидается наступления каких-либо событий. Допустим, не любит стоять в очереди. Часто перебивает, вторгается в чужие разговоры. При этом, когда разговор к нему не обращен. Если говорить о критериях и об анализе, анализ диагностических критериев позволяет выделить основные акценты, которые расставляются в этой системе с целью обеспечения и точностью установления диагноза. Допустим, симптомы невнимательности, симптомы гиперактивности, импульсивности должны быть выражены интенсивно. Не так, что ребенок один раз влез в разговор, может быть у него в этот день такое настроение, и тут же ему ставят диагноз гиперактивности. Нет, такое быть не может. Опять же, симптомы должны присутствовать с раннего возраста. Сейчас краем глаза вижу вопрос, может ли установлен диагноз первокласснику. Этот диагноз на данный момент устанавливается с 12 лет. Мы симптомы корректируем, но как диагноз он ставится по последним критериям только с 12 лет. Симптомы должны проявляться не в одной сфере жизни, а во всех основных сферах жизни, и не должны быть обусловлены какими-либо другими расстройствами. Если говорить о классификации DSM-5, она как или другая имеет свои недостатки. Она сконцентрирована лишь на симптомах невнимательности, гиперактивности и импульсивности. Тогда как центральными симптомами могут быть нарушения планирования, контроля поведения, и в частности, ввиду ослабления двигательной гиперактивности с возрастом, симптомы, необходимые диагнозам, вопреки наличию других симптомов, начинают пропадать. Поэтому эту систему очень часто подвергают критике. И также остается спорным вопрос о включении в классификацию по типу с доминирующей невнимательностью. Ее тоже не всегда можно отнести к этой классификации. В связи с этим необходимо отметить, что такие диагностические системы, как DSM-5 и МКБ-10, должны быть использованы не как набор жестких правил, а скорее как вспомогательный инструмент. Не стоит пренебрегать какой-то интуицией. И если педагог понимает, что это может быть скорректировано без постановки диагноза, то, конечно, это лучше делать без постановки диагноза. Следующее – это основные коморбидные с СДВД расстройства. У детей расстройство поведения с оппозиционным, агрессивным и асоциальным поведением. Нарушение развития речи и школьных навыков – это то, что может у нас идти вместе с СДВД. Тревожные и самототропные расстройства, в том числе обессивно-компульсивные расстройства, или же какая-то социальная фобия. Расстройство настроения – это может быть депрессия, какие-либо тики, нарушение координации движения, расстройство спектра аутизма, умственная отсталость или же пограничная интеллектуальная недостаточность, или же НРС и расстройство сна. Это то, что может идти параллельно с СДВД и гиперактивностью. Если говорить о диагнозе, как же мы с вами его ставим? Что же нам необходимо предпринять, чтобы поставить тот или иной диагноз? Первое, как я уже говорила, это либо педиатр, занимающийся неврологическими расстройствами, либо детский психиатр. Чаще всего это детский психиатр. Здесь у нас идет клиническое интервью с родителями и ребенком, применение диагностических опросников. Следующее – психолог. Это нейропсихологическое обследование. Также необходимо получение информации от учителей или воспитателей с помощью опросников и непосредственно в беседе. При необходимости дополнительное обследование педиатра, невролога, других специалистов и какие-то лабораторные исследования с целью дифференциальной диагностики. То есть, как я уже сказала, один специалист у нас не может контролировать этот момент. У нас один специалист не ставит этот диагноз. Итогом тщательной диагностики должна быть исчерпывающая диагностическая форма, из которой вытекает комплексный план помощи семье и ребенку, и в которой содержится. Первое – это основной диагноз. Второе – это сопутствующие расстройства и проблемы. Третье – психологическая характеристика ребенка. Четвертое – это характеристика семьи и ребенка. Пятое – характеристика социального, образовательного контекста жизни ребенка. И шестое – это анализ основных отрицательных и положительных факторов влияния на динамику развития ребенка. Характеристика взаимодействия этих факторов и прогностическое формулирование. То есть, какие-то рекомендации, какие-то моменты по коррекции поведения. Если говорить о лечении и коррекции, что же у нас здесь применяется? Медикаментозная терапия, ее, естественно, назначает врач, ни психолог, ни педагог, ни в коем случае. Как правило, это с использованием стимуляторов и поведенческая терапия. Требовать от детей с СДВД концентрации внимания или организованности. Здесь у нас то же самое, что просить человека без ноги пройтись и что-то выполнить. То есть, ребенок не может силой воли сразу выполнять те или иные моменты. Мы просим его сделать невозможное. Таким детям постоянно нужен внешний контроль, пока у них нет собственного внутреннего ресурса. Это совершенно нормально. Допустим, если у нас ребенок не умеет говорить, мы его учим говорить. Если он у нас не умеет ходить, то он, естественно, мы носим его на руках какое-то время. Мы не говорим ему о том, что вот я хожу и ты тоже можешь ходить, пока он не научится этого делать. А эти же дети, они не умеют пока организовывать свое поведение и не понимают, как это делать. Им нужно помочь. Как же помочь нашему гиперактивному ребенку и что необходимо делать? У ребенка нет возможности усилием воли стать другим. У нас нет определенной таблетки, которая бы повлияла на работу его мозга и по щелчку он начал бы делать то или иное действие. Но есть способ облегчить жизнь такому малышу, помочь учиться ему общаться или же просто адаптироваться к жизни. Что же нам необходимо делать как педагогам, так и родителям? По большей части это даже относится к родителям. Вы можете давать это как советы. Первое. Похвала. Рекомендуется родителям и педагогам, всем, кто взаимодействует с этим ребенком, хвалить его, обращать поменьше внимания на ошибки и нарушения. Они вызывают какие-то негативные эмоции. И гиперактивные дети, они чувствительны в похвале других. Она для них сверхценно, найти к ним подход можно именно через добрые слова и восхищение. Следующий момент, он обязателен, это режим. Нужно создавать условия, которые нивелируют биологические факторы гиперактивности. Таким детям необходим строгий режим. Даже если ребенок, допустим, ходит в сад, в школу, подъем, у него всегда должен быть в одно и то же время. И отход ко сну тоже в одно и то же время. Если ребенок спит днем, соответственно, он должен спать днем всегда и в одно и то же время. При этом по режиму должна жить вся семья, а не один ребенок. Не так, что сегодня семья живет по режиму, завтра нет. И ребенок должен тоже понимать, что все живут по режиму. Следующий момент, это разумно выбранный спорт. Часто родители думают, что лучший выход энергии это спорт. Нет, не совсем так. Допустим, бокс, борьба, игры, требующие агрессии, этим детям противопоказаны. Полезны будут плавания, коллективные игры, просто физкультура. Занятия спортом лучше проводить в середине дня, потому что они, с одной стороны, требуют энергии, а с другой, перевозбуждают ребенка. А если ребенок и так гиперактивен, а мы его к вечеру еще на какой-нибудь спорт отведем, то мы его просто банально не уложим спать. Ему будет очень сложно, потому что нервная система будет перегружена. Следующий момент, это четкое планирование. Это то, что может помочь детям учиться и решать любые образовательные задачи. План действий должен быть отточен до такой степени, что в любой ситуации он должен возникать моментально. Научить ребенка делить сложное дело на мелкие части, и тогда ему задача будет уже казаться простой, и он может это быстрее выполнить. Делать это необходимо опять на своем примере, и также ребенку необходимо давать поэтапный план. Допустим, сейчас мы будем мыть посуду, что нам для этого нужно. И мы перечисляем, и ребенок это делает вместе с нами. Следующий момент, поскольку у таких детей проблемы с вниманием, нужно работать и с этим. Допустим, разместить на одежде личных вещах символы, проговорить, что они обозначают. Например, ребенок, решая задачи, смотрит на пенал, видит там наклейку с солнышком. Он понимает, что отвлекся, поэтому вновь нужно собраться и вернуться к своей математике. Следующий момент, который тоже необходимо не упустить, это отдых. Рекомендуется постоянно чередовать модальность действий, делить домашние задания на маленькие части, каждую из которых можно выполнить за 5-8 минут. После каждой такой части необходимо делать перерыв. И хорошо, когда учителя понимают важность перерыва для таких детей и дают возможность подвигаться каждые 20 минут. Почему это важно? Вы дадите этому ребенку подвигаться 1 минуту через 20 минут, но он вам не будет мешать и срывать урок своим ягозением, потому что он уже выплеснет часть энергии. Можно предложить этому ребенку, допустим, сходить, сейчас доски мы не моем, но помочь чем-либо, раздать, допустим, какой-то раздаточный материал. То есть вы берете этого ребенка и говорите там, Вася, помоги мне, пожалуйста, раздать раздаточный материал. Пока он пройдет по классу, он выплеснет уже свою энергию. И в дальнейшем он не будет эту энергию накапливать. Это тоже немаловажный момент. Но точно так же наши экскурсные минутки никто не отменял. Следующий момент, это акцент на плюсах. Очень важно увидеть в гиперактивном ребенке черты, которые хорошо развиты и способны, он способен их хорошо выполнять. Они могут несколько дел делать одновременно. И эта способность можно пригодиться в каких-либо играх, где нужно быстро думать и при этом обсуждать версии с командой и давать ответы. У этих детей повышена потребность в лидерстве. Если направить ее в правильное русло, они станут опять же незаменимыми помощниками для вас. И следующий момент, это касаемо консультаций и рекомендаций родителей. Что же вы можете предложить родителям? Это мы говорим о нескольких правилах. Первое правило, это не ожидайте от ребенка всего и сразу. То есть, если мы сразу даем ему определенный контроль, зажимаем в определенные рамки и требуем выполнения всех действий, нет, так лучше не делать. Начинать нужно с тренировки только одной функции. Например, только внимание при этом должно быть терпимым терзанью, перебиранием всех предметов. То есть, мы оттачиваем пока только внимание. Помните, если вы отдергиваете ребенка, его усилие тут же переключается на контроль своих действий. И, соответственно, внимание будет ему уже намного сложнее поддержать. Предупреждайте переутомление и перевозбуждение ребенка. Вовремя переключайте его на другие виды игр и занятий, но не слишком часто. Важно также соблюдать режим дня, обеспечить ребенку полноценный сон и спокойную обстановку. Следующее, наше третье правило, это так как гиперактивному ребенку сложно контролировать себя, то он нуждается во внешнем контроле. Очень важно, чтобы взрослые при выставлении внешних рамок из «можно» и «нельзя» были последовательны. Не так, что вы сегодня сказали «нет, нельзя», он походил за вами 20 минут, ну даже не 20 минут, он походил за вами сутки, и на следующий день вы сказали, что уже можно. Нет, такого быть не должно. Также необходимо учитывать, что ребенок не способен долго ждать, поэтому все поощрения или же какие-то наказания, ну наказания в плане не физически, естественно, а какие-то ограничения, они должны быть вовремя. То есть мы увидели неправильное поведение, оно должно быть опять же вовремя. Пусть поощрением это будет условный знак-жетон, допустим, сумму которых вы потом собираете и можете перевести во что-то другое. Либо же это маленький сувенир, все это должно быть вовремя. Правило 4 – это начать заниматься с гиперактивным ребенком лучше индивидуально, если это какие-то занятия. И только постепенно потом вводить в групповые игры, так как индивидуальные особенности детей мешают им сосредоточиться на том, что предлагают взрослым, если есть рядом сверстники. Он, соответственно, будет отвлекаться на сверстников. И следующие правила, это у нас с вами пятое правило, используемые в вашей коррекционной работе, игры должны быть подобраны в следующих направлениях. Это игры для развития внимания, игры для снятия мышечного и эмоционального напряжения на релаксацию, потому что это тоже немаловажно. Игры, развивающие навыки волевой регуляции управления и игры, способствующие закреплению и умению общаться. Это наши основные правила, которые касаются ведения наших уроков и наших групповых занятий, либо же индивидуальных занятий. И эти правила мы должны с вами донести до родителей, потому что родители – это первая та точка отправления, из чего мы должны с вами исходить. Та точка, которая помогает нам в дальнейшей нашей деятельности. По поводу игр. Есть для скачивания вордовский файл. Я сейчас их зачитывать не буду, потому что это традиция и мое время, и ваше. Каждый из вас может скачать и презентацию, и дополнительные материалы. Оно есть во вкладочках. Сейчас Татьяна Викторовна вам еще разочек, может быть, напомнит о том, как это сделать. И там точно так же есть организация рабочего места для таких детей, и как это необходимо сделать. Да, вот Татьяна Викторовна напомнила, вижу, в чате уже появилось это все. Но по поводу общих материалов я уже сказала. Давайте перейдем непосредственно к вопросам. Так, видеозапись будет, Татьяна Викторовна уже сказала. С такими симптомами у нас две трети стороны. Что всем устанавливать диагнозы и лечить? Я уже вам сказала, что симптомы это не показатель, должны быть нарушения в головном мозге. То есть, если ребенок у нас просто избалованный, то мы не ставим этот диагноз. То есть, это не диагноз. Если идут уже органические нарушения, соответственно, мы ставим этот диагноз. С похожими симптомами, о которых вы рассказываете, есть ребенок в группе. Опять же, необходимо обратить внимание на то, как проявляются эти симптомы. Проявляются они только в группе или они проявляются везде. А вы можете порекомендовать родителям посетить врача. Но только порекомендовать. И опять же, если ребенок проявляет себя так, то это наши правила, это наши критерии, которые мы должны и мы можем, опять же, соблюдать для того, чтобы скорректировать поведение ребенка. Получается, что дошкольники остаются без медикаментозного лечения. Им же очень трудно. Смотрите, медикаментозное лечение может быть назначено врачом, но без постановки диагноза. Если вы обратитесь, естественно, к неврологу, он может без постановки этого диагноза прописать какие-либо медикаментозные препараты. Но диагноз ставится намного позже. Можно в дальнейшем снять диагноз. Смотрите, какая ситуация. Но по закону у нас практически многие диагнозы можно снять. Но если этот ребенок будет с диагнозом СДВГ и попытается его снять, то необходимо пройти массу специалистов и массу доказательств. Поэтому этот диагноз, как и многие другие психиатрические диагнозы, снять очень сложно. В принципе, в теории его снять можно. Но пока в теории. Страшен за других детей, когда он не контролирует себя, кидает игрушки и толкает детей, либо бежит, забивая других с ног. Ему 4 года. Что делать педагогам? Как уберечь других детей? К сожалению, наше законодательство сейчас устроено так, что мы обязаны этих детей принимать в общие группы без каких-либо корректирующих и поддерживающих моментов. Да, этих детей необходимо включать в группу. Но опять же, когда у нас группа, грубо говоря, 30 детей и таких 3-4 ребенка, я понимаю, воспитателям это очень сложно. Здесь только ограничивать возможность именно вот этих всплесков, именно вот этих моментов и корректировать поведение уже планомерно и при помощи семьи. Так, в записи, да, будет. По поводу программы. Скажу честно, я не могу проконсультировать по этому вопросу. Можем должны как в 2-6 лет это делать педагогу. Что именно делать педагогу? Корректировать его поведение, объяснять, ставить четкие границы, ставить четкие рамки. Такая категория детей относится к ОВЗ. Тогда работать по коррекции будут только педагоги в школе. Как я уже сказала, мы, как педагоги, обязаны принять ребенка с любым диагнозом, с любым заключением. Как поставленный диагноз влияет на жизнь ребенка? В принципе, этот диагноз не является диагнозом, который прям сильно ущемляет дальнейшую жизнь ребенка. Это не умственная отсталость, которая не позволяет совершать какие-либо виды деятельности, получить права и получить определенное рабочее место. Эти люди точно так же получают определенное рабочее место по своим показаниям здоровья. Они точно так же могут получить права, могут получить разрешение и так далее, и тому подобное. Я логопед на речевой группе могу и организовать для ребенка только индивидуальный режим занятий. Смотрите, если у этого ребенка есть заключение ПМПК, которое требует индивидуальных занятий, то, естественно, да. Если ПМПК дает такое заключение, мы сами знаем, что дети проходят ПМПК на ступень развития, то есть дошкольное, начальное образование, потом и так далее, среднее, общее и так далее. Если у ребенка по заключению дошкольного образования предполагается индивидуальная работа, то, конечно, почему нет. И если в уставе вашей организации либо же в локальных актах прописано, что вы имеете право организовывать индивидуальные занятия, то, естественно, да. По поводу того, к какому врачу советовать обратиться первоначально. Ну, изначально это педиатр, невролог. Педиатр может сам дать направление либо к психиатру, либо к неврологу. Можно открыть что-нибудь в своем кабинете лично. Не могу понять про кабинет немножечко. Можно открыть что-нибудь в своем кабинете лично там по занятию с этими детьми. Почему нет? Если у вас есть определенное образование, которое позволяет вам это сделать, вы можете это сделать и заниматься с этими детьми уже в индивидуальном порядке. Так, здесь ребенок во втором классе рассеянный и домашние задания не может делать. Из-за этого плохо по 2-3 часа. Очень легкие задания, встречи были проблемы. Мне стоит с ней обращаться к неврологу. Смотрите, к неврологу стоит обратиться. Почему? Потому что здесь идут и речевые нарушения, и идут нарушения внимания. Возможно, невролог посоветует какие-то другие моменты, которые смогут вам помочь в установлении внимания ребенка. Так, ну, наверное, все. Насколько я вижу, вопросы, если какие-то я пропустила, пожалуйста, во вкладочку «Вопросы». А пока я жду Татьяну Викторовну, чтобы она завершила наш вебинар. А, вот еще вопрос. Почему именно сейчас все больше гиперактивных детей? Ну, во-первых, поток информации, который идет на детей, он больше, и нервная система перегружается. Вспомните наши те же самые города, которые были у нас несколько лет назад. Реклама была заметно меньше. Соответственно, нервная система ребенка не перегружалась. Следующий момент – это наша экология. С каждым годом наша экология, как вы видите, не становится лучше. Она становится только хуже. В плане питания, опять же, у нас с ним становится все больше каких-то модифицированных продуктов, заменителей и так далее, и тому подобное. А это тоже, опять же, сказывается на внимании. Так, презентацию можно скачать в файлах. Вот я вижу, Татьяна Викторовна уже вам пишет. И я жду ее для завершения нашего вебинара. Субтитры создавал DimaTorzok